Казанский университет – один из трех старейших университетов в России. Его особенность – это историческое наследие и богатый архитектурный ансамбль. Подробнее об этом расскажем в нашем следующем сюжете. Согласитесь, что современный облик Казани трудно представить без двух высотных корпусов университета. Две высотки, построенные во второй половине XX века, возвышаются над центральной частью города по соседству с более старинным главным корпусом, химическим институтом имени Бутлерова и анатомическим театром. Начать наш экскурс в историю архитектуры Казанского университета мы хотим совсем не в Казани. Мы находимся в Москве, в месте, где во многом зарождалась советская архитектура. Проект «Пионер» смелой интеграции нового архитектурного языка в историческую ткань города – это Новый Арбат, или проспект Калинина, как он назывался в те времена. Административные здания книжки, фланкирующие широкую автомобильную магистраль с одной стороны, и 24-этажные жилые здания свечки с другой стали предвестниками новой эстетики, нового подхода к архитектуре во времена Хрущевской оттепели. Как и высотные корпусы Казанского университета, дома на Новом Арбате в свое время кардинально изменили историческую ткань городской среды. Сама эстетика того времени, начала 60-х, 70-х годов, она не предполагала какого-то бережного отношения к сохранению исторического наследия, к вниманию к масштабу, собственно, этой исторической ткани. И вообще сама историческая ткань, она считалась уже чем-то таким отжившим и не самым ценным, поскольку это дореволюционные постройки, доставшиеся Советскому Союзу от имперского времени. Мне кажется, это такой, в какой-то мере, может быть, даже и политический был вопрос, в том, чтобы максимально противопоставить новую архитектуру, нового времени, той архитектуре уже существующей. Вообще любое преобразование для людей – болезнь. И это очень много примеров архитектуры. Здесь было то же самое, но мне кажется, что в целом люди воспринимали это позитивно, потому что они в этом видели будущее. Типичные здания появляются по всему Советскому Союзу. В Казани высотки появляются в 1973 году и в 1977. Высотки Казанского университета становятся главными архитектурными представителями приволжского постмодернизма. Можно сказать, что есть даже историческая дата, такая отсечка, когда этот момент произошел, постановление Никиты Сергеевича Хручева об устранении излишеств в архитектуре, можно считать, наверное, такой отправной точкой перехода от сталинской архитектуры ампира к новой парадигме модернизма. То есть мы заменяем кирпич и гипсовую лепнину на бетон и стекло. Для университетских зданий типа хрущевских высоток характерны просторные помещения на первых этажах. Так, во втором корпусе это мраморный зал, поточные аудитории, а также пристройка в виде научной библиотеки. В институте физики это просторный холл и кафедральная аудитория, которых в этих учебных корпусах по две штуки. Наличие таких пристроек – это еще один признак подобных зданий. Помимо практической пользы, эти пристройки еще и заполняют объем, что делает внешний вид здания более органичным. Благодаря этим горизонтальным частям здания высотки казались менее чужеродными по сравнению с исторической, дореволюционной частью города. Проект обеих высоток Казанского университета разрабатывался архитекторами Бондаренко, Кашинцевой и другими. Появившиеся в 70-х годах высотки Казанского университета во многом сформировали символический облик города, образовали новые ансамбли и вписались в уже существующую городскую среду. Роберт Хасанов, Надежда Дик, Рустам Мирхасанов, Александр Кузнецов, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова